Рядом со мной игрок футбольной школы молодежи Денис Кермен. Денис, пропустили быстрый мяч. Как удалось не расклеиться в первые минуты игры? Да, собрались просто и просто играли. Мы не обращали на этот гол пропущенный. Сильно он вам в итоге помешал? Все-таки весь матч пришлось отыгрываться. Изначальный план на игру какой был у вас? Выйти, прессинговать, не дать сопернику ничего сделать и, конечно, забить. То есть в итоге получается, что вы этим и занимали, свою игру и играли? Да, все правильно. Ну что ж, спасибо тебе большое. Удачи. Надеюсь, в следующем матче будет еще лучше. Спасибо. Рядом со мной тренер футбольной школы молодежи Михаил Соловьев. Михаил Николаевич, как считаете, счет по игре? Ну, в принципе, по игре, да, так. Игра ровная. Пытались, старались. Конечно, быстрый гол немножко сбил карты, как говорится. Вот, настраивались, может быть, все-таки сыграть получше сегодня. Готовились к этой игре соперник, потому что, ну, было видно, что можно играть, можно забрать очки. Ну, вот, быстрый гол сбил карты. Но, тем не менее, постарались все-таки. Забили мяч, хотелось бы еще получше. Что все-таки в игре вам, я так понимаю, что все-таки расстроены результатом. Но что понравилось? Есть положительные моменты? Нет, положительные моменты есть. Ребята вышли после травмы и дотянули, как говорится, до конца. Терпели, старались. Вот, конечно, много еще в игре не получается. И, ну, это видно, это видно. Ну, стараемся, пытаемся, стараемся, хотим лучше. Ну, что-то где-то нас сдерживает. Ну, будем какие-то, значит, другие моменты искать. А за счет чего, как вы считаете, все-таки удалось сегодня вытащить эту игру? Ну, мы каждую игру нацеливаемся вытаскивать, потому что, ну, часто пропускаем первые. Все время отыгрываемся уже, скажем так, хоть это плохо, к этому привыкли. Поэтому играем все время на жилах и настраиваемся до последней минуты бороться и исправлять то, что мы допустили какие-то ошибки. Психологически ребята хорошо себя чувствуют? Не ломаются? Пока еще терпим, да. Пытаюсь настроить и хочется выиграть, получить больше лучших эмоций. Ну, хотя бы очко рады. Все-таки эмоции, они положительные, очень нужны. Спасибо вам большое за интервью. Удачи в следующих играх. Спасибо вам. Рядом со мной вратарь Шор Зенит Александр Григорьев. Саш, скажи, пожалуйста, травму ты получил. Все ли в порядке и как так вышло? Да, все в порядке. Там, наверное, у игрока эмоции не держалось, потому что я время тянул. Ну, и он решил мне, наверное, по руке задеть. Ну, хорошо. Рад, что все у тебя получается. А из ворот как игра смотрелась? Из ворот в целом мы должны были выигрывать этот матч. Там и пенальти забей, и вот этот. Все, 2-1. Спокойно бы побеждали уже. Счет, получается, все-таки не по игре? Я считаю, да. А за счет чего не получилось все-таки дожать соперника? Чего не хватило вам? Дальше, дальше. Ну что, желаю тебе удачи. Не буду тебя мучить. Отдыхай. Удачи в следующих играх. Спасибо. Рядом со мной тренер Шор Зенит Сергей Игоревич Дмитриев. Сергей Игоревич, как считаете, счет по игре? Да. За счет чего сегодня не удалось дожать соперника? Что не получилось? Ну, я бы разделил игру, опять же, на два тайма. Первый тайм мы неплохо играли, вели игру, забили. Вот. А второй тайм полностью провалили. Значит, команда ФЖМ более была настырна, более агрессивна. Они забили, мы не забили. Вот. И стопроцентный пенальти не забили. Ну, это юношеская футбольная лига. Поэтому не получился второй тайм, и не получилось забить. Как-то будете разговаривать с парнем, который вот так вот не смог свою команду сегодня вперед вывести? Да нет, он, в принципе, пенальтист, но, знаете, они еще дети. Поэтому, когда он на тренировке подходит к мячу, он разбегается, там, готовит, какой угол будет бить. Здесь он просто с двух шагов, то ли устал уже, то ли какая-то эмоциональная там загрузка произошла. Поэтому нет, ничего не будем. Просто подскажем, что дальше надо делать так, как ты делаешь в тренировках. А было ли что-то, что понравилось сегодня на поле? Чем-то вы довольны? В каких-то компонентах, может быть? Да нет, не было. Я говорю, что неплохо играли первый тайм, у них не было моментов забить у ФШМ. Второй тайм по обороне, значит, пропустили, и были еще ошибки. Ну и, конечно, в атаке, в атаке было много моментов, когда мы могли забить, но не забили. Поэтому будем тренировать и готовить. То есть, если мы до этого сыграли с Рубином, там забили шесть мячей, да, то в этой игре забили всего один, могли забить им побольше. Кого-то из ребят сегодня выделите? Ну, я бы выделил Лоратаряка, там, Григорьева, который сегодня это неплохо сыграл. Ну и здесь еще несколько ошибок было. У нас есть игроки, которые ездят с командой «Ленинградец» по нашей широкой стране. Поэтому Игорь Дмитриев, мой сын, только прилетел из четы, не играл, там, 23 часа, конечно, он умер. Вот, поэтому просьба руководителей, чтобы дали поиграть игроку в ЮФЛ, а не сидеть на банке, протирать кожаными штанами лавку. Ну что ж, желаю вам удачи в дальнейших играх. Спасибо вам большое за интервью. Всего вам самого-самого доброго. Всем здоровья, спасибо. Спасибо.